Здравствуйте в студии Рабига Нурбай, это «Стратегия 2050». И сегодня в наших гостях председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Сагадибек З. Соловьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о новом экологическом кодексе, о том, как он внедряется и как будет внедрён экологический кодекс. И первый вопрос, какую конкретную пользу принесёт новый экокодекс народу, на ваш взгляд? В первую очередь я хочу сказать о том, что наш экологический кодекс, который был, в него вносилось около 70 раз поправки. Это как раз являлось отражением того, что он уже не соответствовал новому велению времени и требованиям, которые предъявляют другие страны к своей ситуации по окружающей среде. В связи с чем был разработан новый кодекс, концепцию которого обсуждали вместе с общественностью. Мы вносили туда свои поправки. И в принципе у нас было много споров и дебатов. И в конечном счёте поступил он в парламенте. В течение года в парламенте вместе с депутатами наша ассоциация работала над тем, чтобы формулировать нормы. Теперь вот президент подписал этот закон и он начнёт действовать с 1 июня 2021 года. Что он принесёт нашим гражданам? В первую очередь это то, это ответ, этот кодекс является неким ответом на те обязательства и международные стандарты, которые в принципе казахстанский парламент ратифицировал. И мы обязаны были работать уже в соответствии с новыми требованиями. Чего это касается? Это в первую очередь для граждан, вы говорите, для наших людей. Это доступ к информации. Потому что когда человек не владеет информацией, то он может входить в заблуждение, или там путаться, или делать неправильные анализы, выводы. Поэтому вот есть Орхусская конвенция, это международные стандарты, по которым экологическая информация, она ни при каких обстоятельствах должна не скрываться от людей. И люди должны иметь к ней доступ. Что для этого сделано? Вот объектом экологического кодекса является вода, земля и воздух. Поэтому, в общем-то, ко всей этой информации о состоянии подводных вод, о состоянии поверхностных вод, о том, что какие загрязнения в воздухе, почва какая, деградация идет ли с земли или какое-то другое, это об этом вот кодекс позволяет получать эту информацию. Какой механизм для того, чтобы это произошло? Это, вы знаете, вот кто надо задаться вопросом, прежде чем, ну, как бы сказать о механизмах и инструментах, это о том, что задаемся вопросом, а кто загрязняет воздух. И этот воздух загрязняет в основном это промышленные предприятия, это транспорт, это, возможно, использование каких-то удобрений, то, что на земле, да, что это все сбрасывается в воду, какие очистные сооружения есть, как поступает вода туда. И поэтому первое, что в этом экологическом кодексе есть, это то, что будет автоматизированная система наблюдения. То есть вот там, где у промышленности идут выборы, там будут ставиться датчики, датчики, которые в автоматическом режиме будут передавать данные, ну, на носители, которые будут отражать информацию, которую граждане будут видеть. Но это в основном по выбросам по воздуху. Но по загрязнениям воды и земли, это более глубокие, это сразу же невозможно определить, то это уже будет вестись исследования, замеры, и это предусмотрено в регулировании, именно в регулятивной части кодекса, где государство обязывает и предприятия, и другие субъекты или объекты, которые загрязняют воду и землю, они обязаны делать отчеты. Предприятия разделены на категории. Вот, и поэтому вот то, что я говорю автоматически, это первая категория, первая и вторая, это наиболее загрязняющие, и государство берет на себя особое регуляторное воздействие для того, чтобы они были подотчетны, и чтобы они работали в основном на то, чтобы не загрязнять наши природные ресурсы. Скажите, вот как раз прозвучал срок, что до 1 июня кодекс будет внедрен. Но насколько я знаю, да, может ли этот срок сдвинуться, и если он будет сдвинутся, с чем это будет связано? Нет, ну вообще по процедуре, когда президент подписывает, этот кодекс вступает в силу. Но в кодексе есть некоторые статьи, которые имеют отлагательный характер. И это касается предприятий, да. Вот мы говорим, что вот в этом кодексе он, я уже начала говорить об этом, о том, что он в соответствии с международными стандартами. Там есть такое понятие, принцип «загрязнитель платит». Это международный такой принцип, который выполняют все, кто приходит там, вносит инвестиции, кто работает в любой стране. Поэтому это говорит не о том, что мы как бы, ну как, будем как сборщики денег, и вот штрафы собирать, да, а это больше нацелено на то, что если ты нанес урон, да, то в кодексе есть понятие ущерба. И этот ущерб ты должен возместить. Ты должен за счет своих денег восстановить до первоначального состояния. И это является очень важным. Почему? Потому что, вы знаете, у нас добывали и там урановые роды, и все, и у нас остались исторические проблемные экологические зоны, где вообще километровые вот эти глубокие ямы, которые просто обезобразили нашу землю. Поэтому вот в этом кодексе, для того, чтобы загрязнитель все-таки не столько платил, а лучше не наносил ущерб, да, то там есть такое понятие наилучших доступных технологий, которые предприятия должны будут внедрять у себя. Но предприятия, когда обсуждали кодекс, они говорят о том, что, вы знаете, это триллионные расходы, чтобы мы изменили технологию. Но кодекс не говорит, вы меняйте технологию. Кодекс говорит, что вы должны знать норматив, который вам позволяет государство делать выбросы. И в этот норматив должны применяться такие агрегаты, узлы, технологические какие-то цепочки, линии, какие-то, может быть, ну, я не знаю, моменты, да, или там оборудование, да, которое достигает вот этого разрешенного выброса. Поэтому для того, чтобы дать возможность предприятиям, они берут на себя обязательства, что в течение, допустим, они берут на себя план. И когда они берут на себя эти обязательства, они говорят, что к такому году мы вот этот норматив снизим настолько-то, в такому году настолько-то, чтобы они внедряли технологии, да, и достигали вот этих выбросов, и уже закупали следующее какое-то оборудование или агрегат, и снижали выбросы. Но если они не будут этого выполнять, то штрафы вырастают в десятки раз. И поэтому им невыгодно. То есть там больше мотивации или стимул того, что предприятие подсчитало. Им лучше вот это платить постоянно, или все-таки у себя заниматься переоборудованием. Потому что, вы знаете, у нас много предприятий, которые перешло в 60-х, 50-х советских времен. Бизнес какие-то получают дивиденды, да, а граждане, ну, как, нечем это, как бы получают нездоровую окружающую среду, которая оказывает влияние на их здоровье, а человек, каждый гражданин, и наше государственное бюджет платит за то, что человек болеет. У него дыхательные пути, вот, например, как в Джисказгане. И поэтому вот кодекс, там, знаете, кроме загрязнителей платят, есть такой принцип соразмерности. То есть о том, чтобы не просто мы, как бы, было желание вырвать у них деньги, да, а был стимул для того, чтобы они менялись. И менялись тем требованиям, которые приняты во всем мире. Айгуль Сагадипик, вы написали более 30 научных работ. Как вы думаете, эта соразмерность, она реально достичь ее? И к какому году вы думаете, ну, вот, как говорилось, согласно Парижской конвенции, все выбросы парниковых газов в стране должны быть компенсированы проектами по их сокращению? Вот к какому году, по вашим прогнозам? Да, вы знаете, вот в первую очередь хочу сказать о том, что вот, когда мы говорим загрязнение, да, это мы имеем совокупность частиц, которые наносят вред, которые в воздухе. То, что мы говорим парники, да, и изменение климата, это немножко другого вида выбросы. И те обязательства, которые мы взяли по Парижским соглашениям, безусловно, мы их еще не выполняем. Хотя до, по-моему, этого года мы, в принципе, выполняли. И почему выполняли? Потому что вот эти, когда мы говорим о парниковых выбросах, да, то есть это о выбросах СО2 и метана, по-моему, и получается, что мы по сравнению с 90-м годом. И до, до, это, по сравнению с 90-м мы еще не набрали темпы того производства. Вот сейчас мы не выполняем обязательства, вот уже год или полтора, не выполняем. Поэтому здесь государство применяет немножко другие регуляторные функции, да, для того, чтобы снизить эти выбросы. Безусловно, наилучшие доступные технологии тоже будут играть свою роль, потому что они выбросы СО2 сбросят. Но это энергоэффективность, да, это работа, вот, и стец, да, о том, что там и фильтры должны ставиться, и более полное сжигание этого угля, и, возможно, частный сектор переводить на газ, ТЭЦ переводить на газ. Поэтому в этом направлении это тоже есть целая программа, причем она тоже стратегическая, для того, чтобы выполнять Парижские соглашения. А вот то, что мы говорим, вот эти загрязнения ПМ-2, вот частицы, которые твердо летают, которые садятся на легкие, это сера, там, допустим, ну, может быть, я не знаю, какие-то органические вещества, другие загрязнители, которые наносят вред, и которые убивают, и растительный, и животный мир, в том числе мы, как часть природы, и на нас воздействуют, вот это регулируется тоже. Поэтому вот в кодексе в новом именно прописано о том, что и растительный мир, там отдельно это самое главы есть, да, и животный мир, то есть все в комплексе и в совокупности. И если вы сказали соразмерность, и когда мы этого достигнем, вы знаете, вот это соразмерность заключала в том, что, на мой взгляд, вот это моя личная, может быть, субъективная позиция, что мы слишком много поблашек сделали предприятием. Но здесь исходили из того, что хорошо, ладно, мы завтра закроем испад кормет, или казахмыс. Вот куда люди получать пойдут зарплату, да, где они будут работать, где будет занятость. И исходили в основном из таких социальных причин. Но нашли механизм, когда можно воздействовать. Вообще в международной практике, вот у нас, допустим, предприятие берет обязательства, и государство с него не берет ни платежи, ни штрафы, ничего. В других странах, кто внедрял наилучшие доступные технологии, у них оставались старые штрафы и платежи, и еще вот эти дополнительные. И если они их не выполняли, то тогда штрафы увеличивались в 10 раз. Я считаю, что наше правительство пошло навстречу, ну, по-видимому, учитывая о том, что у нас такое вот уже, ну, как, немодернизированное предприятие, и что у бизнеса потребуется много денег, и чтобы люди не остались на улице и без работы, чтобы инвесторы не ушли, чтобы бизнес этим занимался, вот нашли такой баланс. Ну, как вы думаете, до 1 июня это срок, в принципе, ну, небольшой. Ну, это войдет только к кодекс, он начнет действовать. А то, что вот это, о том, что когда мы снизим выбросы, это планируется вообще к 25-му году. К 25-му году. Начнется вот этот процесс так интенсивно, что мы как люди на себе это почувствуем. Но в любом случае, вы знаете, там огромная роль общественности. Есть там, в этом кодексе есть такая стратегическая, экологическая оценка. Она называется СЭО. И это говорит о том, что вот раньше мы, допустим, вот генеральный план, да, и в этом генеральном плане мы исходили только из того, что построим такое здание, построим такой завод. Сейчас каждое вот предприятие, которое там есть категории, да, и если оно подлежит тому, что есть опасность того, что они будут загрязнять, уже они через стратегическую оценку будут проходить. И там огромные процедуры, что я не знаю, кто решится на это. Второе, есть такая вот оценка воздействия на окружающую среду, это называется ОВОЗ. Это тоже общественные слушания. Причем процедура вся прописана. Вот помните, у нас с национальным парком, там еще с другими, были общественные слушания, где многие говорили, что зачем эти общественные слушания, они все равно никакого выстрела и никакого результата не дают. Нас послушают, запротоколируют, и все как было, так и есть. Здесь процедура немножко по-другому. О том, пока не найдется консенсуса, в принципе, предприятия новые, в таком вот, как они раньше, хаотичном формате не будут строиться. Ну, я вот спрашивала мнение бизнеса по этому поводу, и есть мнение, что предприятия будут закрываться. Ну, как это повлияет на нашу экономику? Или же они будут договариваться, да? Это вот как раз то, о чем вы говорите. Это какой-то некий консенсус. Это консенсус, и потом никто ничего не закроется. Вы извините, пожалуйста, вы знаете, мы же смотрим это, сколько доходов имеет МИС, кто у нас находится в общей, это в основном вот эти старые предприятия. Это аморально, это неэтично, как бы иметь доходы на здоровье своих граждан. Но, вы знаете, международное сообщество, оно тоже не дремлет, да? И есть ли такие предприятия, которые не хотят исправлять ситуацию, а они же в основном все экспортеры, они делают трансграничное регулирование. В чем это заключается? О том, что они делают пограничный углеродный налог. Это вот то, что касается Парижских соглашений. И если они не модернизируются, они будут платить Европе в виде налога. Но мы, казахстанцы, разве можем, как граждане, позволить, вы знаете, вы здесь это, и платите налоги в Европу. Их с двух сторон. Вот я встречала с представителями Тесла, которые перешли вот на наилучшие доступные технологии, которые снижают парниковые, вот выбросы парниковых газов. А они сказали, говорят, мы тоже вложили деньги в это? Почему мы должны позволять вот этим, ну, колхозникам приблизительно, которые никак не могут в голове уложить о том, что нужно меняться? И потом, извините, это не бизнес. У бизнеса есть корпоративная социальная ответственность, а это просто какие-то копатели, да, которые аморально хотят здесь эксплуатировать наши недра, выбрасывать, что они хотят, и, оказывается, они не хотят модернизироваться. И говорят о больших затратах. Я не случайно сказала, что это какие-то агрегаты, узлы, какие-то цепочки, ну, это как бы звенья в технологической цепочке, да, это купить агрегат, да, который меньше делает выбросов. Ну, извините, а зачем ты тогда вообще взялся за этот завод? Так можно и фекалий сбрасывать в воду. И мы тоже, граждане, можем сказать, вы знаете, это нормально, и вроде как, а потом сами и пить. Поэтому это такая ответственность бизнеса, без которой его ни в одну страну не пустят. Это у нас только было позволительно это делать. А вот этот кодекс, он как раз меняет это отношение. И потом, вот я хочу еще заострить внимание именно на Парижском соглашении. Вот все говорят, Парижское соглашение, зачем оно что-то выдумали там на Западе? Это, в первую очередь, касается изменения климата. А что такое изменение климата? Вот вы видели у нас вот районные акимы, в основном на себе несут нагрузку, областные акимы. Когда идет, допустим, огромное выпадение осадков, это тогда, когда переполняются реки, или они высыхают. Это полностью меняется климат. Вы видите, у нас летом сейчас или весной в жару может выпасть снег, а когда снег может засветить солнце, это все потому что озоновый слой, который все это пропускает. И если завтра нас затопит, да, и если у нас, допустим, ну, будут, вот возьмем Алма-Ату, вот откуда мы берем воду? Вот это Алма-Ата, ледники. Да. И если вот это изменение климата, вот эти вот, как сказать, углеводные, ну, выделения или парниковые газы, они уже на 40% ледники убрали с Алматинских гор. Видно, они растаяли, и они по этому потокам идут. Но если завтра уйдет весь вот этот снежный, вот эта шапка, весь этот колпак, то город Алматы может остаться без воды. И мы что, предприятиям будем позволять? Извините, мы потом же будем жить в пустыне, потому что бизнес чего-то не хочет менять. Ну, проблема в том, что население и предприятия в том числе думают, что это когда-то нас ждет. Да, когда-то, и я там не верю. Вот я была, вы знаете, вот почему долго, у нас раньше был Киотский протокол, потом вот как бы он трансформировался, это, или как одним из элементов его стало вот Парижское соглашение. Я была как раз в Париже. Вот когда мы подписывали это поглашение, вместе в делегации, я тогда депутатом была. И вы знаете, я помню, что там в основном президенты стран. И очень долго не могли к этому прийти, потому что все страны говорили, вы извините, пожалуйста, Европа вот так развилась, да, промышленность, экономика. Это Америка развилась. А мы только начинаем, а вы хотите нас уже ограничить. За души, да. И как бы вот долго не могли. И я помню, вышел президент какой-то страны, островного государства, и он сказал, я всегда был против вот этого Парижского соглашения, и вообще в это изменение климата не верил. Но когда у меня полстраны ушло под землю, под воду, под воду, да, я понял, что я, в общем-то, и свой народ гублю, и сам никакой страны не буду президентом. Поэтому это же Парижские соглашения не просто так. Это собрался весь мир, все президенты, и подписали это соглашение, взяв на себя эти обязательства. А в начале были, да. Байден недавно тоже восстановил эту... Да, да. Они никуда не денутся, никто никуда. Потому что Америке нужно и торговать, и все, и если это как бы, ну, как Европа их не пустит, но там будут замеряться эти, как его... И если, может быть, Америка это делала так, и Трамп заявлял, только потому, что у них модернизированное производство, они сами создают эти технологии, и, возможно, у них нет этих опасений. Но нашей стране это нужно 100%. Спасибо вам большое за очень содержательную беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.